в общем друзья как я вам говорил я в отпуске на три дня вот ну потому что я вам раньше рассказывал уже не хочу повторяться у нас лимит 200 часов отпуска если ты как 200 уже набрал то у тебя больше не прибавляется и просто ну как пропадает все время поэтому я как сказал менеджеру что я ухожу как бы чтоб три дня потратить вот то я тогда на гавайи ездил после этого отпуска у меня не было здесь как видите все во дворе ну я это время чтоб использовать с пользой тут получается три дня еще два выходных то есть как 5 дней решил использовать чтобы привести уже начались дожди видите все это порядок свой двор и то есть я закончил уже получается грядку закончил компостный ящик еще по мелочам ну короче вот там повесил обратно водостоки там надо еще чуть-чуть посмотреть что-то не кривовато но в основном там как бы все уже нормально висит потом потому что здесь была вот эта вот пристройка мастерская здесь были дыры я вот это вот ну так по заделал просто она здесь красота не нужно здесь во первых не видно во вторых не хотел париться но самое основное конечно полностью передел вот этот вот ящик катерина помогает мне играет с котом в общем полностью передел вот этот здесь было вообще сделано супер уродско то есть я все демонтировал и построил все абсолютно заново но сейчас он мертвым вообще не на миллиметр не шевелится то есть я его сначала притянул с трубцинами потом здесь прокрутил и здесь видите какое качество вот ну он сам по себе немного кривоват но это фигня то есть вот эта вся штука с алюминия сделано так же как и трейлер вот катере не нравится то что я сделал ну вот это только буду здесь наводить уборку то есть конечно вот это все не будет валяться но это мелочь это там надо полчаса и сейчас у меня как бы основной приоритет завести машину потому что я решил ее продать ну как мне бы вторая машина не помешала но зачем мне две машины как одинаковых да я имею ввиду одного и того же плана хэтчбеки и вот эти купешки то есть если 2 мне понадобится то я бы купил или с юви то есть мини кроссовер или грузовичок маленький типа тойоты такой старый чтобы возить стройматериалы чтобы в поход ездить но она не заводится то есть она стояла где-то целый год или полтора и короче я купил такую хрень вот стартер то есть его туда просто брызгаешь в инжектор и она помогает заводить это короче чуть очень неиспользуемая штука то есть на большие моторы там в траках сложно заводятся то есть люди используют такую штуку мы велась гухима набил от химгуца и фенот гон ту вот за нас но сенс короче пират уже утром гулял я его выпускал он вернулся катерина его не пускает потому что мы собирались в лес ехать за грибами но может мы не поедем если мы не поедем какой смысл его внутри держать вот в общем ладно возвращаясь к машине получается как то есть вы отсоединяете здесь блин кто-то мне звонит а а я я я slide я я а да 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 потом это например Кусак ok I got it because it's not an invoice when I got this invoice it just says kind of part and labors but it doesn't say like what is that ok thank you very much all other stuff are ok thank you to have another day bye в общем когда ездите на хонту менять масло но это потом в отдельном видео будет они вам еще на следующий день звонят и спрашивают там довольны вы все ли работает потому что знаете всякое бывает может там крышку этого маслоотсека забыли закрутить его возможно все масло по дороге вытекло или там тормоза залили не работает и я просто спросил почему в прошлый раз я менял было 53 доллара а сейчас 63 и он говорит что там еще включает rotation tires и всякая фигня и короче как бы ну они меня не спрашивали хочу это делать сами сделали он горит это вся фигня было 999 короче ладно неважно вот и в общем вот здесь вы снимаете воздушный фильтр да но я вот не знаю надо там снимать или здесь я пробовал и так и так но дело в том что если я снимаю тут у этот газ идет ну вот этот газ идет только в инжектор вот он программированный топливный инжектор а если я пускаю сюда то но еще видите идет куда-то в двигатель короче хрена хрен его знает а это не в двигатель это куда-то сюда же идет короче не знаю я просто не специалист но я туда брызгал вот вопрос что у меня потом села батарея и если крутишь она чуть-чуть стартует на буквально секунду короче я решил поменять свечи у меня не было свечного ключа короче купил какой-то самый дешевый за 3 доллара карборд фрей хотя это нифига не дешево но я ж не буду ездить по всему городу искать где он за доллар вот то есть вот этот набор у меня был это я когда-то покупал тоже когда в апартменте жил для этой же машины я и покупал что-то надо было делать вот тут уже часть этих потерялась головок или может где-то в моих инструментах валяются я сюда поставил свечник вот который я купил и вот я выкрутил одну свечу видите здесь нгк р а вот который я купил а они тоже кстати я купил новые свечи думаю может свечах дело я в них не разбираюсь но выглядят они нормально то есть ничего не засалено так это мусор налетел ничего не засалено вроде как все сухо зазор вроде как нормальный сделаны в японии то есть еще оригинальные свечи тут стоят а эти уже скорее всего китайские а нет эти американские сделаны в сша нгк короче ладно сейчас поменяю тогда свечи и попробую опять ну это вряд ли дело в свечах потому что еще с ними случится машина просто стояла вот здесь дело не в свечах и тем более если она стартует тоже может быть здесь где-то контакты хрен его знает где под из-за того что видите окислы пошли может быть или где-то тут контакты надо наверно блин эту грёбаную крышку будет снимать и смотреть что там происходит короче не знаю мне так не хочется в этом всем копаться потому что это года могут найти уйти ну я имею ввиду долгое время на здесь где-то должен быть топливный насос тоже хрен его знает где он может быть дело в топливе может она не качается может насос не стартует где-то контакты окислились и топлива может просто не идет двигатель но где топливный насос короче не знаю у меня есть книга я покупал по этой машине которая полностью ремонт акуры видите она вот еще сделано в японии офигенское просто если она заведется мне наверное даже жалко будет ее продавать вот почему я наверное и не продал я просто не очень ответственно к этому отнесся потому что как бы она мне очень эта машина конечно нравится она столько меня выручала а тут блин продаю теперь задешево получается ее продаю только уже по стоимости как бы своих вложений то есть я здесь получается поменял там резину тормоза сиденья в салоне то есть это все стоило в купе там около тысячи вот считайте тысячу вложил и считать за тысячу я ее наверное продам если она заведется но тут видите небо немного сейчас грязно но катерина и и помыла то есть она была вообще покрыта плесенью там белая херня видите это круче она хлорка и и типа дезинфицировала чтобы убить плесень чтобы убить плесень но здесь сиденье как бы нормальная плесень была там где сырость скапливалась на руле короче вы здесь было видите черный но это потом еще можно просто протереть то есть косметика это фигня ну вот я сюда магнитолу стал могут же виси я покупал на амазоне какую-то другую модель я не помню а сейчас вот этот значок арсенал это линейка арсенал jvc арсенал то здесь есть bluetooth здесь есть вот bluetooth написано юсби еще одну из беззади дополнительный вход но она очень классная тут все открывается диски пандора короче mosfet то есть она даже в принципе на настоящий момент актуально пульку не у где-то был такой маленький прикольный вот вот ну ладно это уже вот это я ставил тут подстаканник потому что в этой машине почему-то заводские не предусмотрены но видите я нашел по цвету подходящий вот тут крышку надо поставить здесь ремни я вам горел автоматические сами закрываются то есть вы сели ремни закрыли сзади вообще очень комфортабель все машина конечно бомба вот этот мех я сам делал тоже здесь конечно его не было здесь была такая же ткань вот как сзади но она естественно 90-го года обтерлась в общем ладно пока отключусь буду менять это самое свечи потом поменяю свечи и буду думать что дальше или искать бензонасос и смотреть качает он или нет или блин разбирать эту фигню и смотреть может контакты окислились я щас одну свечу поменял ну одна конечно не на что не влияет на посмотрим хорошо происходит боли слышите звук вроде нормальный стартер крутится она не стартует в общем я так уже пытался делать до этого пока батарея не села ладно сейчас другие свечи поменяю еще попробую она пару раз стартовала буквально на несколько секунд так вот буквально на две-три секунды и потом глохла в общем друзья свечи поменял снимал вот эту штуку но как бы я там ничего не увидел я не знаю что там может сломаться поэтому не решил больше ничего не трогать поставил ее обратно надеюсь тут контакт есть но короче после всех этих операций вы видите я достаю свечу они абсолютно сухие то есть как моя догадка там просто нету топлива если нету топлива это скорее всего накрылась реле топлива нового насоса короче посмотрел в интернете где ну вот достал митсуба джапан главное реле то есть в нем здесь все и топливные насосы все сейчас короче попробую в нем разобрать его посмотреть что